Самое лучшее упражнение на бицепс, самое лучшее упражнение на трицепс. Вот это упражнение, я считаю, оно одно из лучших. Важно дожимать. База же ЦНС-ку сильней просаживает. Это все чепуха. По большому счету все равно, база это изоляция. Если ты расслабишься, ты упадешь. Бывает такое, что тебя прет, Клуб пришел ночной, да, в туалете. Сейчас у нас будет тренировка рук, как мы и обещали. Я обычно даю кодовое название тренировки. Это, скорее всего, будет либо тотальное унижение, либо кровавый четверг. Это одно из двух. Тренировка из чего будет состоять? Я думаю, мы покажем по 2-3 упражнения на бицепс и на трицепс. Опять же, как мы обсудили, для новичков, возможно, это будет большой объем. Мы покажем все-таки с точки зрения разнообразия. И с точки зрения того абсолюта, вот к чему должна тренировка стремиться. Если вы новичок, возьмите из этого ассортимента одно-два упражнения. Вполне будет для начального этапа достаточно. Итак, тренировка рук. Я думаю, что сегодня мы в целях экономии времени. И вообще так будет грамотней всего поступить, особенно новичкам. Будем делать упражнения за упражнением. То есть сделали бицепс, пошли сделали трицепс. Это не суперсет, это просто чередование упражнений. Почему? Потому что мы, во-первых, можем меньше отдыхать, потому что у нас кровенаполнение лучше. То есть мы сделали упражнение на бицепс, пошли сделали на трицепс. По сути, кровь осталась в руке, потом отдохнули немножко, сделали опять на бицепс. Что касается бицепса, я стараюсь сделать под разными углами. И очень люблю начинать тренировку бицепса в состоянии растянутого положения. То есть вот это моя самая любимая скамеечка для первого упражнения. И выглядит это примерно так. Видно, она немножко прогнутая в этом месте. Что у нас получается в первом упражнении? Руки относительно туловища в растянутом положении. Когда мы поднимаем, опять же ловим пик. В каждом упражнении важно поймать пиковое сокращение. То есть если вы подняли локти до тех пор, пока вы потеряли пик, вот так, то есть мы можем просидеть весь день. Это не то, что нам нужно. Нам нужно поймать пиковое сокращение. Вот сейчас у меня даже такое, так как мышцы не разогреты, микроподрагивание в бицепсе. Вот это то, что вам нужно. И таким образом выполняем движение. Почему я люблю это движение первым выполнять? Потому что растянутое положение дает нам гораздо больший кровоприток в группу мышц. Но мы сегодня с тобой сделаем не совсем обычную вариацию. Сконцентрируемся на одной руке, в то время как вторая будет в статодинамике, в статическом положении зафиксирована. То есть здесь мы держим, здесь делаем пять повторений. Раз, два, три, четыре, пять. Зафиксировали. Раз, два, три, пять. В конце тоже не расслабляем и не без читинга. И последний раз. Раз, два, три, четыре, пять. Опа, опустили. То есть чем меньше группа мышц, а все-таки бицепс у нас маленькая группа мышц, тем меньше мы должны расслабляться. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы нагрузка была постоянной. Именно поэтому мы не расслабляемся вверху на пике. Также мы должны стремиться к тому, что внизу мы не раскачиваем, мы не полностью опускаем гантель, мы держим напряжение постоянное. Еще подскажи, супинировать кисть принципиально? Имеет смысл. Имеет смысл, да. То, о чем мы с тобой разговаривали, помнишь, разнообразие упражнений, да. То есть каждый новый угол, он все-таки какой-то акцентик свой вносит. Именно поэтому, если ты развернул, ты больше сократил. Будут у нас сегодня, я думаю, мы сегодня что-нибудь типа с молоточками поделаем, там другой базар. Здесь еще все-таки нужно стремиться к тому, чтобы больше сокращать. Если мне легко, имеет ли смысл в крайней точке дополнительно напрягать мышцы статически? Ну, бицепс, в частности. В теории, да. Но, опять же, сейчас должно быть легко, так как это всего лишь первый подход. Сейчас мы возьмем гантели побольше, я не думаю, что ты скажешь мне то же самое. Хорошо. И я ведь уже возьму. А мы потом подмонтажируем, как обычно. То есть смысл первого вообще подхода, да, не в том, что легко там, да. Разогреться. Да, вот как раз таки в том, чтобы вот понять, какую мышцу мы тренируем, да. То есть сделать не стандартный там 15 повторов, просто чтобы, скажем так, кровь погонять, а максимально включить мозг и включить мышцу. В зависимости от того, как ты сделаешь первые подходы, так пойдет и все упражнения. Вот эти уже веселее, да? Да, это веселее. Почему, кстати, да, мы держим одну гантель под нагрузкой, мы увеличиваем время под нагрузкой, да. То есть то, о чем я говорил, нет смысла брать, допустим, по 35 килограмм, да. Но это травмоопасно, как минимум. Во-вторых, это уже портит нашу технику, да, мы не сможем зафиксировать. Но когда мы держим, увеличится время, увеличится стресс. Причем в два раза. Да, поэтому, по сути, как бы мы можем накачаться с 12 килограммами, да. Хотя многие в зале это смешит, там обычно я вижу ребят, которые там берут по 30 килограмм и считают, что блин, а я делаю больше с коронного в два раза, да. Но банки у меня, конечно, поменьше, но скорее всего он что-то принимает, именно поэтому так. Ладно, поехали. Я так обычно и говорю. Так это ты был что ли? Три, четыре, последний. Хорошо. Ну как? Так, хочется постоять, потянуть. Упражнение на трицепс, да. Как я уже сказал, первым упражнением я не рекомендую делать какое-то комплексное, скажем, жим узким хватом или французский. Потому что, ну все они бьют по локтям, да, там надо больше вес взять, это опасно. И в основном локти летят как раз таки на французских, да. Мои любимые упражнения это либо канатик снизу вверх, да. Здесь можно и сакцентировать на внешней части, да, то есть выворачиваешь когда больше. Либо канатик сверху вниз, да, то есть когда ты ставишь вниз. Вот. Вот этот мне даже больше вариант нравится. Почему? Потому что с этого положения ты растягиваешь. Из растянутого. Да, тут ты и сокращаешь максимум, и растягиваешь хорошо, да. То есть вот это упражнение, я считаю, оно одно из лучших в качестве первого упражнения. Вот. Ну, этот вариант знают все, да, допустим. Так же бывает, как у меня часто, допустим, на каких-то гастролях, переездах. Не всегда есть такой блок, да, есть какой-то гантельный ряд в гостинице, знаешь, и все. Вот. Именно поэтому я полюбил вот такое упражнение. Берешь вот так вот на скамеечку, ложишься. Я обычно так в сауне плаваю в тазике. Да, именно так. Это упражнение, кстати, подходит всем, кто уже имеет проблемы с локтями. Потому что вот ты сейчас будешь делать, поймешь, что оно выключает локти полностью, да. Оно очень комфортное для локтей. И так как ты дожимаешь, то есть, да, тут фишка как раз в том, чтобы дожать. То есть закинуть можно и больше вес, да, важно дожимать. Поражаться. Даже можно чуть-чуть вывести кисть наружу, да, мизинец наружу для того, чтобы больше включить внешний участок. Попробуй. Сколько повторений? Поразиков 15. 15. Еще удобно в этом положении то, что никто не видит, как ты плачешь. Ну, мне, допустим, оно удобное, потому что у меня грыжа, да, и мне в кайф все то, что лежа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, есть контакт? Почувствовал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Схему я твою понял. Прогреть рабочую мышечную группу, другие мышцы, чтобы не подключались именно прочувствовать ту, которую работаем. И это позволяет создать предварительное утомление, допустим, на базовых движениях, брать меньше вес, но прорабатываться с такой же эффективностью. Стоит ли акцентировать, что это вот, наверное, с продвинутого и дальше уровня? Да. А новичку лучше все-таки с базы, а потом добить? Абсолютно. Абсолютно, да. То, о чем мы с тобой говорили, да. То есть, допустим, мне сейчас начать с какого-то, скажем, жима узким хватом, мне важно дать стресс именно трицепсу, да. Я не смогу его дать узким хватом, даже если там небольшой вес будет, да, даже если как-то буду акцентировать, да, не получится. То есть мне нужно проработать именно вот под разными углами трицепс. Если это новички, сначала база, потом, да, ну опять же, база в рамках техники. Мы помним, да, что чуть-чуть мы забыли про технику, сразу нагрузка ушла туда не надо и риск травм и прочее. Это вовсе не говорит о том, что нужно вот делать только так, только базу и вот это, это значит для химика, да, или это для продвинутого. Нет. Помните о разнообразии, да, пытайтесь поменять все-таки, да. Есть такая штука, как адаптация, есть привыкание к нагрузке, да. Поэтому вот схема, которую мы сегодня, допустим, показываем, она может зайти отлично и новичку, да. То есть вопрос тогда встречный вот про разнообразие. Можно ли сделать, допустим, неделю чисто база, неделя изоляция? Я не думаю, что это имеет смысл, да. Потому что все-таки организму, ну, как по большому счету все равно, база это или изоляция, да. Мы все-таки говорим о, ну, какой-то комплекс. С точки зрения отдыха, например, база же ЦНС-ку сильнее просаживает, а на изоляцию можно отдохнуть. Хотя тоже субъективно отдохнуть. Субъективно, субъективно, потому что ЦНС, видишь, она угнетается от определенного вида деятельности, да. Вот, скажем, вы работали там в офисе весь день, вы так устали, вам так это надоело. Приходите в зал, у вас такое второе дыхание, да, там жмете лежа и все такое. Тут также, то есть, ЦНС угнетается, в принципе, от силового тренинга, да. Именно поэтому там стоит, если вы перетренировались, стоит вообще отдохнуть, да, от тренировок, да, нежели прийти и сделать полсилы. Тебя это только убьет дальше, да, согласись. Вот, поэтому я не думаю, что тут есть разделение на это. Если вы почувствовали, что вы ближе уже туда к перетренированности, к недовосстановлению, лучше вообще взять день, два, а то и три полного отдыха. Ну, я понял, после тренировки пойду мультики смотреть. Если что, у нас дежур, травматолог, да? Я беру вот это. Здесь можно обосраться, как говорится, но не травмируешься. Хорошо, хорошо. Следующее упражнение на бицепс, которое я, кстати, очень редко показывал кому, специально для тебя приберег. Такой тоже секретик. Это смесь молотка и смесь обычного подъема. Тянем как молоточек. В конце чуть-чуть выгнули. Не сильно, да. То есть вот эта вся часть тянется за счет брахиалица. Это важно. В конце чуть-чуть на себя просто дали. И тут важно как бы не закинуть. Надо ли выворачивать. А именно дотянуть. Чуть-чуть, буквально. Чучок, да. То есть мы эту всю амплитуду мы тянем за счет брахиалица. Да. Вот. Для чего важно вывернуть, чтобы чуть-чуть еще пару сантиметров добавить. Но добавить брахиалису. То есть по сути это упражнение аналог молотка. Вот. Разводим мы только немножко для того, чтобы больше сократить. Прям вот ты можешь расслабить всю руку, да. Оставь только вот эти два пальца, которые, да. Вот. Да. Ты должен почувствовать именно под бицепсом вот это. Вот здесь уже можно чуть-чуть локти выносить наружу. Потому что это блок, да. Постоянная нагрузка. С локтями интереснее, да? Понял, да? Угу. Да, да, да. Поднимаешь. Локти можно выводить везде, где есть постоянная нагрузка. То есть на блоке, да. Вот, скажем, со штангой такая бы штука не прокатила. Вот. Вот. Понял. Есть контакт. Угу. Если мы не выделяем отдельную тренировку рук, ну, допустим, новичок или там в среднем уровне решил, что еще недостаточно прогрессировал в основных движениях, там, на большей мышечной группы, и не выделяет отдельную тренировку рук, с чем лучше вот сочетать бицепс и трицепс? То есть два стандартных сплита мышц-синергисты, там, спина, бицепс, грудь, трицепс или, наоборот, там, мышцы-антагонисты. То есть оптимальный как? Вообще общепризванной здесь считается тренировка синергистов, да. То есть убил спину, взял упражнения на бицепс и считается, что это достаточно, да. Я считаю, что эти две схемы, они равноценны примерно. То есть в качестве разнообразия, чтобы не привыкать, я считаю, их можно как-то циклировать или чередовать, да, то есть месяц поработали там по одной, второй месяц по другой. Вот. Как раз-таки будет и разнообразие, и достаточная нагрузка. То есть, как показывает практика, там, на моих подопечных, это равноценные схемы, вот. Но это первый этап, да, вот ты меня спросил, как бы я построил там сплит свой, да. То есть вообще изначально как идет? Full body, да, то есть человек пришел, просто потренировал все тело. Потом ему этого стресса для его тела не хватает, ему нужно что-то делать. Либо он будет тренироваться полдня, грубо говоря, да, чтобы сделать тот стресс, который необходим уже организму, да, так как он адаптируется. Либо ему нужно уже что-то делить, и тогда происходит деление там на сплит, да. Либо это верхний самый простой, либо уже разделение вот на синергисты или антагонисты, да. И не толкаешь. Да. Следующий этап после этого уже идет учет, вот как раз-таки, почему я не могу сказать идеальную схему для всех, потому что идет уже учет отстающих групп мышц, да. То есть следующий этап – это приоритет. То есть, скажем, у нас схема, там, грудь – трицепс, плечи, там, ноги, да, спина – бицепс. Вот у нас отстают руки, что мы делаем? Мы выделяем в четвертый день руки отдельно, да. Тем самым мы даем приоритет на руки. И если у нас, скажем, отстают плечи, мы выделяем плечи в отдельный день. Либо, как вариант, там, раскидываем по головкам, по пучкам, по дням недели – тоже рабочая схема, да. То есть не бывает идеального сплита. Вот следующий шаг после вот этого вот стандартного сплита, да, синергистов или антагонистов – я не могу построить сплит для всех, потому что у всех есть группы мышц, которые хорошо отзываются на нагрузку, есть группы мышц, которые плохо отзываются на нагрузку, да. Для меня всегда было так – приоритет ноги и спина, все остальное можно по разу тренировать, оно и так как бы нормально, понимаешь, и так растет. Самое лучшее упражнение на бицепс, самое лучшее упражнение на трицепс. Понятно, это будет субъективно, где-то не научно, но вот у нас же есть вот субъективное мнение, что вот от этого упражнения я, допустим, чувствую лучше и прям от меня от него прет. Какое у тебя? Ну, опять же таки, да, здесь, понятное дело, что вне контекста, да, я всегда скажу то упражнение, которое вы лучше чувствуете, да, но это факт, вот. Но если уж поставить вот вопрос ребром… Название. И точно сказать, да, вот, чтобы ты оставил одно. Я бы оставил вот подъемы гантелей на скамье, почему, на бицепс. Почему? Из-за растянутого положения. Из-за растянутого положения, раз, и потому что это гантели, да. То есть у нас вот этот треугольник вместе с шаштангой, да, непостоянный. Мы можем как-то акцентировать, да, на чем-то и прочие вещи. Что касается трицепса, здесь ситуация сложнее, потому что есть упражнения более комплексные, скажем, ну, на массу, да, какой-то французский жим. Если взять вне контекста, наверное, я бы оставил французский жим, ну, скажем, сидя. Почему сидя, а не лежа, опять-таки, да, потому что сидя лучше растягивается, да, трицепс. Мы как раз давай сегодня его и сделаем после этого упражнения. Вот. Но если, скажем, по чувству, по именно ощущению, да, то я бы, скорее всего, дал предпочтение вот канату снизу вверх, да, потому что, ну, может быть, это не совсем на массу, может быть, здесь вес мы меньше возьмем, да, но зато как чувствуется, да, потому что это канат, это блок, везде нагрузка есть, да, то есть он и хорошо сокращает, и адски просто растягивает, да, и ты делаешь просто до такого сжения, ты понимаешь, что вся нагрузка пошла туда, куда надо. Локти заводить, вот, как знаешь, бывает, что упритесь локтями для того, чтобы не чиккинговать, или можно чуть-чуть раз поострее угол и легче поднимать, а потом раз локти приподнял. То есть локти выводить вперед лучше или назад? Ты знаешь, вот лучше вывести, да, но не противоестественно, да, то есть если ты чувствуешь, что недостаточно вывел, ты можешь просто сделать полшага назад, таким образом, вот, у тебя уже все настроено. Все, да, понял. Я сам на самом деле люблю потренироваться с кем-то, знаешь, потому что каждый раз что-то новое, новые углы какие-то, новый темп. Ой, хорошо. По крайней мере раньше очень популярной была такая фраза, хочешь большой бицепс, качай ноги. Смысл в том, что большая мышечная группа, стрессовая нагрузка, выбрасываются анаболические гормоны наши собственные, и потом, когда мы кровь нагоняем в бицепс, гормоны заходят в клетки и бицепс лучше растет. Что ты об этом скажешь? То есть имеет смысл? Не имеет смысл? С точки зрения всей вот этой гормональной ахинеи, это все чушь, конечно, да, потому что есть исследования, которые показывают, что всплеск гормона роста, тестостерона и прочих анаболических гормонов во время переседаний, он не настолько велик, чтобы смотивировать рост там других мышечных клеток, да, в том, в бицепсе скажем. Вот, это все чепуха с точки зрения вот этой темы гормональной, да, но это не чепуха с какой точки зрения. То, о чем мы говорили, огромных бицепсов на небольших парнях, такого не бывает, да. Ты не можешь иметь руку в 52 сантиметра, если ты ни разу не приседал. Ну, общая масса решает. Общая масса решает, здесь как бы как ни крути, но пренебрегать там тренировкой бицепса, потому что ты добавляешь массе в ногах, тоже будет неправильно. То есть это вопрос, опять же таки, возвращаясь к тому, что не бывает огромных парней без рук, как факт, да, но если ты хочешь большие руки, придется делать бицепсы по-любому. А я вот знаю одного, без ног и с руками, руки-базуки. Либо так, либо так. Либо эти методы. Либо так. Но он тоже забавный, не менее. Следующее упражнение достаточно стандартное, жим, французский жим, сидя. Повторюсь, да, чем он хорош, тем, что вот в этом положении у нас трицепс более растянутый, да, нежели в положении лежа. На что стоит обратить внимание? Не сильно загоняйтесь по локтям. Вот мне очень не нравится, когда говорят, держите параллельно локти друг к другу, да, вот эта вся история. Делайте так, как вам комфортно. То есть не обязательно заводить слишком туда. Ваша задача растянуть трицепс, да, а растянуть мы его можем и вот так. То есть надавив, получается, предплечьем на трицепс. Видишь, да? То есть мы надавили, выжили максимально. Надавили, выжили. То есть наша задача растянуть. Также не стоит гнаться за весом, да, и делать пол амплитуды. Вот эта чепуха, она, во-первых, по локтям бьет, потому что ты локтями останавливаешь вот здесь. Во-вторых, она, ну, как бы, она не растягивает. То есть это полупражнение. То есть важно делать всю амплитуду, но вот в рамках, скажем, комфортных вам рельс. Забирай. Пробуй. Не с первого раза, а с третьего. Попробую, как тебе максимально комфортно его растянуть, понимаешь, да? То есть вот смотри, мы сейчас бицепс сделали, то есть бицепс уже давит, да, на трицепс. Вот мы давим предплечьем на бицепс, который растягивает трицепс. Для этого не обязательно локти сильно давать назад. Для этого важно просто нам растянуть. Да, да, да. Все, понял. Опа. Сейчас будет трястись, несмотря на маленький вес. Хорошо. Вот, отлично. Да, 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 да. Чувствуешь, да, как растягивается? Угу. Чем больше мы растянем, тем больше он вырастет, он будет более эластичный, больше крови туда попадет и прочее. Моя бабушка говорила, чем больше поешь, тем больше у нас. А потом, чем больше поешь. Именно этим мы с тобой и займемся после тренировки. Мы выделили тренировку рук в один день, но бывает такое, что нам этого объема мало. Либо у нас повышенное настроение, либо мы там находимся на такой стадии развития, что бицепс, трицепс, допустим, уже устали, мышцы сами локально утомились, но у тебя еще есть общие силы, чтобы работать. Что оптимально в этой схеме добавить? То есть три варианта, допустим, дельты, потому что они анатомически ближе находятся, если мы говорим про кровонаполнение. Например, другую мышечную мелочь, пресс, икроножные, которые у многих отстают, и мы за один тренировочный день убиваем всю мелочь, подтягиваем. Либо, например, взять большую мышечную группу, но которая отстает, и мы ее факультативом еще прорабатываем к ручкам. То есть что факультативом взять? То есть ты имеешь в виду, что мы выделили отдельный день еще для рук, то есть дали некий приоритет, но что еще туда добавить? Да, что еще можно накидать? Ну смотри, получается дельты и другая отстающая группа мышц, это примерно одно и то же самое, да? Мы же на них тоже добавляем еще нагрузку дополнительную, да? И это имеет место быть, тем более в рамках того, что мы выяснили, что тренировка два раза в неделю эффективнее, да? Я бы добавил, скажем, какие-то еще махи на плечи, они бы лишние не были, да? Но все-таки из этих трех вариантов я бы выбрал мелочевку именно сейчас. Знаешь почему? Потому что, блин, все мы в погоне за большими мышечными объемами забиваем на пресс, забиваем на какие-то гиперэкстензии, понимаешь? Забиваем на икры и прочие-прочие вещи. И я вот спустя, там, 12 лет тренировок, 13, да, столкнулся с тем, что у меня из-за недоразвитости мелких мышц, да, косых, где-то я там не уделял им внимания, пошло смещение таза. Это очень многих, да? Перекос. Что послужило собой там протрузии и в итоге грыжи, да? Вот. Это и к чему? К тому, что надо уделять внимание всем рукам мышц, особенно мышцам кора, разгибателям спины, да, для того, чтобы у вас все было правильно. А если у вас меняется угол в тазу, у вас сначала поясничка, потом грудной отдел, это все влечет за собой недосокращение в грудном отделе. Потом отстает спина, поднимаются плечи, да, в гипертонусе всегда находятся трапеции, да. То есть, получается, из-за того, что ты не уделял внимания мелочевски в свое время, у тебя развитие всего организма идет уже по диспропорции. Поэтому на начальных этапах особенно лучше тренируйтесь один раз в неделю группу мышц, но зато уделяйте внимание всем вот этим вещам, да, ЛФК, какая-то гимнастика, какие-то мостики, да. Это если мы про здоровье говорим, да? Ну, это и здоровье, это и внешний вид в долгосрочной перспективе, понимаешь. Потому что, ну что, мы привыкли там прийти, надо спину сделать, понимаешь, и выложиться на 100%. Да, мы сделали спину хорошо, но мы совсем забыли о вот этих мелких группах хочется, понимаешь. А в долгосрочной перспективе, ну, ты посмотри, у всех атлетов, у которых стаж более 10 лет, они практически все больные. У них у всех какие-то грыжи, у них у всех какие-то травмы, а все это связано с тем, что идет какой-то дисбаланс в мышечном развитии. Третье заключительное упражнение на бицепс сегодня – это подъем штанги лежа на скамье. И смотри, мы с тобой в трех упражнениях, по сути, сделали три угла. Да, то есть первое упражнение у нас было положение рук относительно туловища, да, в растянутом положении. Второе – стоя. И третье мы делаем, получается, руки относительно туловища вынесли, да. Теперь по акцентам, да, первое упражнение, помимо того, что у нас были локти здесь, мы выносили кисти, да, то есть супинировали. Второе упражнение у нас – брахиалис. И третье упражнение мы будем акцентировать на внешнем участке, то есть мы берем узко, делаем, то есть таким образом, да, разные углы, разные пучки, вот. И к этому должны стремиться, в принципе, все, да, чтобы не было все три упражнения тупо стоя, да, там штанга, гантели и все, и пошли. То есть разнообразие с этой точки зрения, оно очень помогает. Вниз не опускаем, а вот хотел сказать, и наверх не забрасываем, но я смотрю, там это, надо постараться, чтобы забросить. Слушай, здесь фишка, вот сейчас будешь делать, да, здесь фишка в чем? Ты должен сам локоточки немножко вперед выводить, потому что если ты их не будешь выводить, ты будешь нагрузку терять, ты будешь просто дотягивать, понимаешь? Ну, сейчас начнешь делать, поймешь. Ну, здесь самое интересное, что если ты стоя, ты можешь забросить и выключить, а здесь ты не забросишь. Наоборот, чем больше ты попытаешься закинуть, тем больше ты сократишь, тем лучше. Тяжелее тебе. Забрасывайте на здоровье, да? Локти вот здесь можно чуть-чуть даже по сторонам дать, то есть делай акцент, да, делай акцент на внешней части. Да, как палочка. Не торопись, не торопись. Негативная фаза, я думаю, что мы забыли обсудить. Это фазы, видя, как ты быстро опускаешь штангу, я вспомнил, что мы забыли обсудить негативную фазу. Многие акцентируют только на позитивном движении. Быстренько толкнуть, поднять, да? Да, то есть вот это, как правило, негатив, никого не волнует. Хотя, опять же, как показывают исследования, на две трети стимул анаболический, да, выше у негативного повторения, нежели у позитивного. Понятное дело, нам тяжело достичь ситуации в реальной жизни, да, в зале, что мы будем только негативно делать, да. То есть это надо кого-то напрягать, чтобы он за тебя поднимал, чтобы ты только опускал, да. Но, тем не менее, учитывая этот факт, скажем, выполняя негативную фазу хотя бы по времени так же, а лучше длиннее, чем позитивную, да, то есть, как правило, там на раз выжил, на раз-два хотя бы опустил, ты уже потенциально на две трети увеличиваешь свой анаболический стимул. И это очень важно. Что касается техники выполнения, да, и негатива, если вы не чувствуете группу мышц какую-то, достаточно выполнять ее в медленном темпе и в медленном негативе. Тогда четко нагрузка ложится туда, куда надо, да, потому что вот пренебрегание вот этой негативной фазой, она как раз таки и рассеивает нагрузку, да. То есть мы жмем, жмем какими-то дельтами там и прочими, да. Когда мы четко, медленно опускаем, мы понимаем, что нагрузка идет туда, куда надо, поэтому в негативной фазе, да. Имеет ли смысл добавлять вот в этот тренировочный план какие-то методы увеличения интенсивности, ну, например, чисто негативные повторения. Вот раз мы про негатив заговорили и брать, допустим, не 100%, которые ты обычно берешь в заданном количестве повторений, а там 110, но делать только негатив и чтоб тебе кто-то забрасывал. Либо, допустим, обратную пирамиду, ты сделал заданное количество повторений, сбросил и еще, то есть различные вот эти вот штуки. Вот пирамиду я лично очень люблю, да, и выполняю ее очень часто, опять же таки, в зависимости от восстановления, да, то есть я как бы привыкший человек, я могу выполнять. Это то, что мы с тобой говорили об отказе, да, опасная вещь, так же, как и любой метод повышения интенсивности, да. Это и обратная пирамида, и дропсеты, и суперсеты, негативные повторения и прочее, да. Все это называется методы повышения интенсивности. Это как раз таки то, когда стандартной нашей нагрузки уже не хватает для стресса, да, тогда можно к ним прибегать. Если же от стандартной нагрузки у вас есть рост мышц, у вас болят эти мышцы, да, то к ним лучше не прибегать, не прибегать, да. Зачем поливать цветок, который и так растет, да, для того, чтобы он захлебнулся, да, для того, чтобы мы перетренировались. Нет, нам это не надо. Если нам этой нагрузки мало, тогда уже надо что-то выдумывать. И такой один из самых любимых методов – это вот дропсеты и обратная пирамида. Вот это мое самое любимое. Десертик, да? Да. О, сразу вопрос раз про десерт. Ну, я стандартно у людей, у которых низкий уровень подкожного жира, спрашиваю. Любимая вкусняшка? Так много, да, что? Нет, наоборот, ты знаешь, вот мне говорят, вот что ты любишь, на что тебя тянет. Меня, честно говоря, давно на что-то вот не тянуло, правда. То есть я больше люблю там какие-то фрукты, сухофрукты, наверное. Вот, от них просто легко, понимаешь? Что-то такое подожрешь конкретное, но тебе от него не очень хорошо. А вообще из домашней кухни я люблю вот вареники, допустим, да, с какой-нибудь картошкой или с вишней. Как раз таки они отвечают, понимаешь, всем требованиям правильного рефита, понимаешь? Это крахмальные углеводы, которых можно обожраться, кайфануть, и ты знаешь, что они пошли именно туда, куда надо. Ну, что касается, я вообще сам по, скажем так, я наблюдатель и путешественник, да. Я очень много путешествую по городам, по странам, поэтому разнообразия вот у меня хватает вот так. Я, как любой путешественник, заинтересован посмотреть на красоты и в том числе окунуться в национальную кухню, да. Вот я только вернулся из Италии, и, понятное дело, я испробовал все, все, начиная от бурата, заканчивая пиццами, ризотто, да, и прочими вещами. Ну, вкусняшки, конечно, никто не спорит. В Казани там свои есть вещи, да, там, на Дальнем Востоке свои, в Камчатке свои, поэтому, блин, ты знаешь, в любой кухне можно найти вкусняшку. Все вкусно, но вот приезжаешь к маме домой на маминой вареники, мамуль. Ну, это вообще противозаконно говорить на этом канале. Это вообще вне всякой конкуренции. Но, опять-таки, чтобы не тянуло на вкусняшки, достаточное количество белка и правильно жировая корзина. Вопрос на вскидку. Бывает такое, ну, может, у тебя не бывает, не знаю, но я еще не встречал такого человека. Ты держишься, держишься, и вот вроде все нормально, и тебя жутко тянет на сладкое. Ну, вот бывает, ты не уследил за сахаром в крови, там он резко просел там или заработался. Не бывает такого? Вообще ни разу не было. Понятно. А я хотел рецепт, как ты там раз и преодолел. Блин, вот если честно, есть тебе белок, да, есть тебе ненасыщенные жиры, вот реально. Я помню с тех пор, как я разобрался, то есть первые мои сушки и подготовки, это был адский ад. Потому что мы ничего не знали, мы питались только куриными грудками, убирали нахрен весь жир. И поэтому, когда ты идешь по городу, у тебя обоняние настолько, что ты всю эту шаурмичную, ты ее слышишь еще задолго до. И у тебя энергии вообще нет, ты смотришь там, обращаешь внимание, знаешь, на архитектурные особенности. Когда ты идешь и три ступеньки, знаешь, ты думаешь, какого черта кто их сюда поставил, знаешь, зачем они здесь? Можно уже было сделать покатый какой-нибудь... Лифт. Да, лифт какой-нибудь, е-мое, зачем этот лишний напряги? То, когда я разобрался с жировой корзиной, реально забыл, что такое вот эта вот слабость какая-то, знаешь, что такое потеря энергии. Вот, для меня это вообще нет. И так же, как и не тянет на сладкое. То есть, я ем сладкое не от того, что вот все, прибило, думать не могу больше ни о чем, а от того, что просто, ну, надо, надо иногда. Не хочется, но надо, да. Ну, время пришло, пора жрать. Заключительное упражнение на трицепс. Так уж сегодня повелось, что мы тренируемся без каких-то блоков, без каких-то тренажеров, да. Одно из моих любимых упражнений, комплексных, как раз-таки тренировку трицепса я люблю завершать каким-то комплексным упражнением. Это либо жим лежа узким хватом, либо отжимания от брусьев, либо отжимания от двух скамеек, либо вот такие вот отжимания, да, необычные. В чем плюс? В том, что вот такую штуку можно найти везде, да. Это там любой поручень или в любом даже самом захудалом зале, ну, вы найдете штангу, да. Перед семинарами, кстати, тоже секретик. Я для того, чтобы немножко, ну, попампиться, да, делаю всегда вот такие движения там, да, в каком-то туалете. Ты там немножко сделал и как-то уже пободрее себя чувствуешь, знаешь. Клуб пришел ночной, да, в туалете. Ну, ночной клуб-то надо еще вспомнить, когда это было последний раз. На танцпол. В зависимости от степени подготовки и вот силы вашего трицепса, да, мы можем регулировать угол путем вот отведения ног назад. Выполняется следующим образом. И выжали. Если для вас эта нагрузка высокая, тяжелая, подвигаетесь немножко, сгибаетесь и выполняете. Сам включаешь в конце. Да, растянул максимально, растягиваешь сам. Да. Так, у меня что-то пресс подворовывает. Сейчас встанем. Груди легкое упражнение, но оно настолько вот включает в себя весь трицепс, да, а здесь можно регулировать себе нагрузку максимальную, минимальную. Да, прям ушататься. Да, в чем плюс? Это ты сам регулируешь нагрузку, раз. Ну и во-вторых, ты не можешь здесь халявить нигде, да. Ты не можешь где-то здесь ускориться, чтобы тебе легче было, да. Не можешь где-то расслабиться. Везде, на каждой части амплитуды. Если ты расслабишься, ты упадешь, да. Поэтому вот это упражнение на самом деле одно из лучших на трицепс, потому что вот нагрузка держится на трицепсе постоянно. Еще такой вопрос. Да. Надо ли растягивать мышечную группу после силовой тренировки с точки зрения гипертрофии? То есть дает ли это плюсы, бонусы? Ну, потому что есть такое мнение, сократили мышцу, потом пошли, растянули. И что растяжка улучшает восстановление и т.д. и т.п. То есть надо, не надо? Я считаю, надо. Я считаю, надо. Особенно на крупных мышечных группах. Приведу пример. У меня, когда я выступал в 2010-2011 года, у меня отставали ноги. Причем отставала приводящая, да. То есть у меня здесь был приличный объем, но здесь была дырка, да. И это было заметно. Я начал практиковать растяжку. Дошел до того, что я начал садиться на шпагат. То есть я вот эти приводящие, да, я их очень хорошо растянул. У меня с тех пор пошел конкретный прогресс. То есть я начал чувствовать именно их, понимаешь. То есть когда я начал делать там сумо, приседания, да, и так далее, я прям чувство чувствовал акцент на них, понимаешь, да. Ну и тем более по физиологии, да. То есть если у нас вот эти мышечные фасции более растянуты, соответственно, мы в них больше можем нагнать крови. Поэтому растяжка, конечно, плюс. С другой стороны, что не надо переборщить тоже, да, потому что растягивается как мышечное волокно, так и сухожилие, да. И здесь тоже опасный может быть момент. Как раз-таки между подходами, ну, некоторые лучше говорят не растягиваться, да. Я думаю, что растягиваться все-таки можно, но без фанатизма, да. И этому лучше выделять все-таки отдельный день, да. После того, как ты разогрелся, скажем, после кардио, я всегда делаю растяжку, там, на ноги, да, на основные группы мышц. То есть, на мой взгляд, это способствует и в том числе и прибавки мышечной массы. В любом случае, это способствует тому, что ты, ну, в профилактике травмы, это по-любому. Потому что вот эти все забитые качки, да, они, как правило, и травмируются. На качках новогодних. Да, потому что, ну, фасции, они все жестче и жестче, да, и в какой-то момент резкое движение. Твой любимый способ восстановления? Массаж, наверное, массаж. Если мы не берем сон, да, то это массаж. Я большой фанат массажа, и причем... Спортивный, такой не релаксирующий. Не релакс, да, то есть, меня интересует вот неофициальный, да, потому что все мои проблемы, связанные вот с протрузией и грыжей, да, это всегда гипертонус в пояснице, да, это всегда защемление от седалищных, да, поэтому массажи мне очень хорошо помогают. То есть, я после массажа, я прям чувствую себя новым человеком, понимаешь? Ну, так же я люблю вообще все то, что связано со здоровым восстановлением, я люблю, да, то есть, какие-то бани, у меня там есть свои банщики. Свои массажисты, знаешь, я всю эту тему очень сильно люблю, спать тоже люблю, вот, а все, что касается каких-то восстановителей, псевдовосстановителей, да, а-ля, там, алкоголь или трава, к сожалению, которые очень распространены, да, и в нашем виде спорта, потому что... Я об этом даже передачу записывал, потому что многие ребята, они, во-первых, не боятся этого, потому что, ну, у них есть какой-то опыт приема различных препаратов, да, они думают, ну, что еще добавить для релакса, да, там, что-то еще. Вот, во-первых, это псевдовосстановитель, да, то есть, сначала вроде как ты расслабляешься, но затем это тебе оборачивается наоборот, еще хуже, да. Вот, влечет это за собой что? Опять же-таки, как минимум травмы, как максимум смерть, потому что есть статистика определенная, что там больше 50% ребят, они все используют помимо, там, анаболических стероидов, какие-то наркотические средства, и именно это влияет на то, что, там, на ухудшение работы сердечно-сосудистой, и в итоге, там, влечет за собой смерть, да, вот. И, конечно, вот такие ребята, они в зоне риска, да, потому что у них нет страха перед приемом других каких-то веществ, раз, во-вторых, они в постоянном угнетенном состоянии ЦНС, да, потому что вот эти постоянные тренировки без отдыха, ну, ты постоянно, плюс диеты, да, ты постоянно находишься у тебя. Удовольствия хочется еще больше и больше и больше. Ну, да, плюс ты вот постоянно угнетен, понимаешь, вот, вот этой ситуации, тебе где-то, ты ищешь где-то, где тебе нужно расслабиться, понимаешь. Ну, это все от несовершенства тренировочной схемы, да, и несовершенства питания. В общем, разминочку парням показали? Да, пошли тренироваться. Истязание подошло к концу, было 6 упражнений, но, наверное, стоит напомнить, что выбираете одно или два, полностью не надо новичку делать вот такой музыки. Парнячок, да. Или, если вы хотите попробовать всю схему, то дайте адекватный отдых просто, да, потому что сама схема, она достойная, да, вот по сочетанию упражнений, чтобы понять вообще, вкусить все это. Ну, можно попробовать, скажем, три упражнения, но по одному-два подхода, да. Это будет по объему тоже примерно то же самое, чем вы сделаете там по четыре подхода, да, в двух упражнениях. В любом случае, было приятно пообщаться, приходить. Спасибо за науку. Еще? Я еще напомню ребятам, что под этим видео будет сплит, который мы пообещали, увязанный на руки. Договорились. Погончик. Договорились. Спасибо огромное. Ребятки, всем успехом. Германия, Германия, я написал. Давай, я на съемках просто. Ярославом Брином записываем для вас серию тренировок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова